Добрый день, друзья! Вы на канале Севастопол Лайф. Видео, которое мы сейчас вам покажем, составлено по материалам Минобороны России. На них кадры допросов украинских военнослужащих. И я попрошу не путать с националистами украинских батальонов типа АЗОВ. Это простые граждане Украины, и это их свидетельство, ярко характеризующие процессы, которые сейчас происходят на Украине. Пусть это видео станет одним из материалов будущего следствия против поднявшего на Украине голову фашизма. Мы разрешим под этим видео все комментарии. Давайте обсудим его. А для начала давайте послушаем, что говорят простые военнослужащие Украины. У них шевруны, у них есть свастика. Ну, это можно сказать, немецкая свастика. На каждом из них. Поэтому там сразу видно было, что это добровольчик батальон или АЗОВ, или Айдар. А как к нему отношения? У людей? У людей, у вас, у погранцов. Да никак. Это ребята, которые 8 лет все грабили и более кого хотели. Каковы к ним будет отношения? А им что в лицо, почему тогда так не говорили? А как можно сказать? Для них взять, выпустить рыжок в толпу людей, это что нам друг на друга посмотреть. То есть просто боялись или что? Конечно. А кто их не боится? Их все боялось. Часто ли случаются разногласия среди военнослужащих ВСУ в отношении войны? Да, да, часто. Например? Ну, например, то, что не хочет воевать. То есть, нахрена оно там, кому треба. И так дальше. Дома сидели тогда и все. А когда вас 6 апреля забирали, вас случайно свои же не обстреливали? Керачили по нам свои. Свои же, да? С какой стороны? Ну, то есть, за нашей посадкой сзади по нам минометы прилетали, пулеметы шуровали. По кемам там насыпали капитально, в общем. Да, я думаю, мы им неинтересны просто как люди. Как люди, как граждане Украины, мы им неинтересны просто. Отношение офицеров было, нас считали просто как... Мы как пушечное мясо. Мы ехали, как нам говорило наш руководство в Днепропетровске, разрывать контракты. Были ребята, которые выпрыгивали на ходу с машин. Ну, на ходу там или при любой там малейшей остановке. Офицеры стреляли с автомата Калашникова в спину. Моя конкретная, и моих товарищей была задача. Мы просто стояли как пушечное мясо. По нам проработала артиллерия, чтобы просто украинская артиллерия могла по ним навести. Естественно, украинская армия людей не щадила. Отправляла тупо в мясо, просто чтобы увидеть сопротивника артиллерии. Ну, это так и было. Ты был готов выйти воевать, правильно я понимаю? Ну, готовы у нас к этому, да. Ага. Ну. А кто был готов, это уже показало время. Потому что, ну, ушло. Ну, убежало ребят. И застав. Ну, не захотели воевать. Ну, знаешь ли, например, 12 человек ушло с 30. Ну, там осталось. А как можно уйти? Ну, первое время, как они убежали, как только все началось, там можно было уйти. А потом ты уже не уйдешь никуда. Потому что ты стоишь вместе с НАЦБАТом, вместе с ВСУ. Ты там попробуй еще куда-нибудь двинься. Ситуация у них, конечно, плохая. Им будет жопа. Это хорошо. А почему ты считаешь, что это хорошо? Ну, потому что они много людей убили. Невинных. А кого конкретно? Мирных жителей. В Севердонецк был уже уничтожен практически, при том, что там не было ни одного русского военного. И была уничтожена украинская армия. Командиры побросали всех и ушли. А нас оставили как пушечное мясо. Били сюда. Наша рота отказалась идти на штурм. Так командира роты нас забрали. Ну, а вы думаете, судить его, я не знаю. Сейчас присылали, ну, пришел другой командир роты, то он сам боится, ну, чтобы его не посадили, наверное, не знаю. Так, ну, отправляет нас на такие задачи. А скажи мне, пожалуйста, вот если ты сейчас эти слова говоришь, что силы ВСУ и нацбаты бьют по мирным жителям. Есть такие еще, кто так же считает? Да. А почему тогда происходит все то, что происходит? Почему тогда массово, так сказать, все не уходят из армии или говорят, нет, ну, батальон Азов, может быть, и там Айдар, ну, да, силу имеет, но количество-то людей вас больше? Там очень-очень серьезно занялись пропагандой такой, потому что там людям насколько мозг промыли, что, не знаю. Поподробнее. Это как? Ну, как, ну, вот Украина понад усе, там, вот Украина победить, там, большие потери в российской армии, там, они гибнут пачками, мы наступаем, мы все отбываем. И вот при помощи таких, там, патриарческих лозунгов, алкоголя и всего прочего, они будут воевать. Это где было такое? Это было в Севердонецке, в Кременной. А это тебе рассказывали, или что, откуда у тебя такая информация? А кто рассказал? Это о расходе рассказывали те люди, которые туда сбежали, пограничники. То есть твои сослуживцы были? А подробнее, вот, как стимулировали их алкоголь, может быть, там, легкие наркотики? Ну, легкие наркотики, алкоголь. Ну, чуть подробнее, вот, расскажи, это как, то есть, им разрешалось просто и пить, и курить, и нюхать. А правда, что, так сказать, и женщины, и страдали дети? Да. Женщин насиловали, и хуже делали с ним, понимаете, и с фастикой немецкой выжигали. Признаешь ли тот факт, что режим Зеленского дает преступные приказы? В смысле, я хочу понять. Ну, обстрел мирного населения. Конечно, мы все сами видели, как они по целах, и то самое, блин, прилетают, винометки, гранаты летят, мы все сами видели. Знают ли ваши солдаты, что такие приказы на самом высшем уровне издаются, в том числе и президентом Украины, Зеленским? Ты клоун, я скажу ему правду. Нельзя бы, ну зачем его было ставить, я не знаю, где бы его поставили. Я за него не голосовал и голосовать не ходил, ни за кого. Я сдался, я живо остался. Если бы не сдался, ну, я не знаю, куда бы девался. Просто бы даже тело бы не вернули. И это бы было горе явно не власти, там, как говорят, загинул героем Украины, а родителям. Что с этого? Герой? Какой герой? Герой это, когда живешь мирно, воспитываешь детей, вот это герой, а пойти воевать, за что? Хлопцы, товарищи, побратимы, мог кто меня знает, бачу. Безмисленна ця война. Зложуйте зброю, разъезжайтесь додому, все равно никому цього хорошего ничего не дасть. Йдите до жінок, до детей, до родственников, зачем воно вам нужно? Хочу сказать к украинским парням, своим, ну, парням, которых призывают на службу, не надо. Вам, ну, вас просто кинут, так же само, как меня, оставят в лесу и скажут, делай себе что хочешь, как хочешь. И вот, насытки, о которых я сожалею и думаю, если вы отправитесь, так же само, тоже будете жалеть об этом. Очень сильно. Так что, пока у вас есть возможность, задумайтесь, что это не стоит этого. Парни, живите, ну, делайте так, чтобы вас не отправили, ну, все возможное, сами, в том месте убегайте, я не знаю, оставляйте оружие, отказывайтесь, сдавайтесь. Не идите, я вас прошу, это не ваша война, не чаянно, не нужно идти. Я вас говорю, друзья, все, кто меня услышит, не идите.